Тяжелый истребитель МиГ-31 рано списывать со счетов. Эксперты американского военного журнала Military Watch уверены, что российский перехватчик еще долгое время будет оставаться на службе ВКС РФ, эксклюзивный перевод статьи представляет своим читателям Политроссия. Обозреватели издания напоминают, истребитель МиГ-31, по классификации НАТО, Факсхаунд, Лисье Гонча, стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения. МиГ-31 остается сегодня самым тяжелым ударным самолетом в мире, констатируют авторы Military Watch. Он превосходил своих последователей МиГ-29 или Су-27, не только по высоте полета и скорости, но и по боевой мощи. В арсенале МиГ-31 находилось более опасное оружие, включая радиолокационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», атакующие по принципу «выстрелил» и «забыл». По оценкам американских аналитиков, МиГ-31 считался одним из самых боеспособных самолетов эпохи Холодной войны. Потягаться с ним в воздухе мог разве что американский истребитель F-14D Tomcat, принятый на вооружение спустя 10 лет после Лисьей Гончей. Однако МиГ-31 был не только грозным, но и очень дорогим самолетом как в производстве, так и в эксплуатации. Распад СССР и последовавший экономический кризис свернули планы российских конструкторов по созданию усовершенствованного варианта легендарного перехватчика. Это означало, что модернизация МиГ-31 была гораздо более консервативной, чем модернизация МиГ-29 или Су-27, которые были не только дешевле, но и пользовались экспортной популярностью, отмечают аналитики Military Watch. Все это привело к предположениям, что самолету грозит досрочная отставка, тем более, что российские конструкторы занялись новой амбициозной разработкой, созданием перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41, который, как сообщается, будет способен летать на гиперзвуковых скоростях и подниматься в космос. Однако обозреватели Military Watch выразили сомнение в том, что этот передовой самолет сможет в одночасье вытеснить МиГ-31. Во-первых, указывают авторы статьи, перспективный истребитель шестого поколения МиГ-41 будет более дорогостоящим, чем любой российский перехватчик, и вряд ли Россия заменит им весь свой парк МиГ-31 даже к середине 2030-х годов. Вторая причина заключается в том, что истребители-тяжеловесы МиГ-31, а точнее, его модернизированная версия, еще могут быть чрезвычайно полезны для выполнения ряда миссий. Речь, к примеру, идет об охоте на спутники или транспортировке гиперзвуковых баллистических ракет, как в случае с МиГ-31. Из-за отсутствия срочности их замены эти тяжелые истребители, как и бомбардировщики, могут оставаться в строю десятилетиями, потому что не обязаны участвовать в воздушных боях, объясняют американские обозреватели. Авторы статьи считают, маловероятно, что МиГ-31 будет полностью выведен из эксплуатации в ближайшие десятилетия. Субтитры создавал DimaTorzok